У нас в последнее время какая-то такая традиция появилась, что мы можем получать заключение патоморфолога из первичной опухоли зрелая таратома. То есть это не леченная опухоль, только проведено хирургическое лечение и при этом заключение зрелая таратома. Как к этому относиться? Наоборот, после операции. После операции, да, не зрела, нет, 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 первичная опухоль зрелая таратома, да. Либо же действительно это зрелая таратома, в данном случае, или же компонент он просто не увидел в смешанной несеменомной опухоли. В этом случае лучше послать, пересмотреть в другое учреждение, второе мнение узнать и уже ориентироваться по заключению второго. Если у вас уже два патоморфолога есть, два мнения, то вы уже можете, собственно, определять, которому из них верить. Но лучше пересмотреть, потому что зачастую он может не видеть второй компонент несеменомной герминогенной опухоли. И здесь можно проиграть, отпустив этого больного под наблюдением. А если придет, что там есть компонент с инвазией, еще там опухоль была больше 4 см, то там уже будем обсуждать лечение. Но в этом плане лучше перестраховаться. И второй вопрос, как раз после химиотерапии, орхифуникултомия, 3 или 4 циклобе, кому как, и в резидуальной опухоли из-за брюшинных узлов мы получаем тоже, например, зрелая тератома, но при этом в зрелой тератоме есть жизнеспособная опухолевая ткань. Это не полный патоморфоз. Мы проходили такой в нашем центре, мы беседовали каждый раз, мы пересматривали, просто шли более опытному морфологу, который занимается вот прям герминогенными опухолями. Она пересматривала, подтверждала, что это не полный патоморфоз, действительно есть жизнеспособная опухоль. Но в данном случае уже, ну, как вести этих дальше пациентов, тоже достаточно большой вопрос. Все определяется качеством хирургического вмешательства, потому что проведение в дальнейшем второй линии, есть подход, который показал, что можно предназначить потом тип, но из опыта не выдерживать больше двух курсов типа в этой ситуации. Вот абсолютно, поэтому в данном случае мы опять же смотрим, где локализовалось и как хирурги нам оценивают радикально своего вмешательства. То есть, если они полноценно уверены, может быть, мы отпустим по наблюдениям. Если какие-то сомнения у нас, у хирургов или у патоморфологов есть, ну, тогда пойдем на тип, но опять же, будьте уверены, что он четыре типа не выдержит абсолютно. И последний вопрос. Вот на Ваш опыт, какой процент, наибольший процент жизнеспособной ткани оставался после хирургического лечения? Сто процентов было. Сто процентов было, да? Да, бывает все, что угодно в жизни. Да, у нас было и когда полностью сохранялась жизнеспособная опухоль. А маркеры? Были. А, как правило, в этих ситуациях маркеры изначально нормальные. А вот у нас есть пациент, как раз о нем мы потом позже будем говорить, у него полная нормализация 80% жизнеспособной ткани. То есть, такое реально. Но Вы, может, выбили как раз чувствительный клон, может, еще, Борисович, конечно, остался нечувствительный, такой тоже возможный компонент. Может быть, это незрелая тератома осталась, тоже вариант, тут надо тоже посмотреть, какое они дали заключение. Но бывает в одном узле жизнеспособной опухоли, у других полный некруз, такое тоже бывает. У нас даже нет полного соответствия за брюшинок и легкого, поэтому в данном случае по удалению. Такая гетерогенность такая возможна. Спасибо. Спасибо большое. Я просто хотел маленький комментарий к вопросу о консолидирующей химиотерапии. Если есть вопрос процента, хотя его очень сложно установить, какой это процент. Больше 10%, меньше 10%. Хотя условно мы должны на этот процент ориентироваться, когда решаем вопрос, нужна консолидирующая химиотерапия или не нужна. Если процент меньше 10%, то, по идее, не нужна. Если больше, то, по идее, не нужна. Но вот этот процент, конечно, установить, если это огромная опухолевая масса, практически невозможно. У нас был один случай, когда 10% дали. Вот 10% ровно. Это как? Сейчас раз говорю, все определяется. В этом случае, может быть, мы начали бы химиотерапию, но из-за опыта… А я хочу сказать, что, уважаемые коллеги, действительно вопрос очень серьезный. Патолгоанатомы. У нас неплохие морфологи. Но, тем не менее, были ситуации, когда мы обращались в РОНС к специалисту, который занимается достаточно давно и долго, и именно геремногенными опухолями, и пересматривали, и получали другие ответы. Да, но это и в нашей одной клинике. А это серьезно, потому что больных перелечивать так же страшно, как недолечивать. Мы не говорим об отдаленной токсичности сейчас, потому что нам сейчас было бы вылечить пациента. А то, что потом наши пациенты могут заболеть, и почечные недостаточности, и сердечно-сосудистые, и вторые опухоли могут образоваться, это все достаточно серьезно. Это молодые парни, которые должны иметь семью, должны иметь детей, понимаете? И мы должны думать тоже об этом. Это очень серьезные вопросы. Так, да. Уважаемый Михаил Юрьевич, как Вы относитесь к назначению телесообразности колонии стимулирующих факторов на начало очередного цикла химиотерапии, если сохраняется глубокая лейка химиотерапия. Смотрите, если у Вас больше 500 клеток, и Вы начали, пришел пацан, аж так мы спокойно делаем выше 500, при третьей степени химиотерапии, второй курс, третий курс и так далее. То есть не назначаем КСФ. Но если у Вас вдруг была фибрильная химиотерапия, либо по химиотерапии четвертой степени Вы откладывали назначение БЭПа, то в данном случае, конечно, профилактику вторичную нужно делать, чтобы сохранить курсы. Если пациент тяжелый, даже редуцированные дозы были проведены на первом курсе, все равно лучше дать ему КСФ, он завалится с большой долей вероятности по нейтропении. Поэтому если тяжелый пациент, например, после реанимации, мы тоже всегда даже после трех дней и пи, мы все равно дадим КСФ, чтобы он через две недели уже был пораньше доступен к назначению. А специально проводить на БЭПах первичную профилактику мы не делаем. При типах делаем, при БЭПах нет. Вот если поступил пациент на БЭП очередной, у него 0,1 нейтрофилы. 0,1, то… И лейкоциты очень низкие. Мы будем делать колонии степени Георгиевича? Ну, в данном случае… 0,1, наверное. Мы не любим. Здесь просто практически все врачи, да. Мы не любим. Мы спокойно дождимся, а следующего курса пойдет в РОС 500, ну даже там 300-400 клеток. Вы увидите, что пошел РОС, можете начинать, а потом дать вторичную профилактику. То есть, не надо назначаем и ждем? Не, не надо, потому что очень есть противная практика дать 1-2 введения ГКСФ, они подскочили, и потом давать химиотерапию. Но это на самом деле увеличивает риск нетропении на последующих курсах. Это неправильное назначение ГКСФ, им нужно лечить. Если у вас фибрильная нетропения, другое дело. Вы лечите фибрильную нетропению, но опять же назначение их в стационаре, меньше срока госпитализации на один день не повлияет на показатели выживаемости, смертности от фибрильной нетропении. Спасибо большое.